С нами Владимир Битоков, режиссер фильма «Глубокие реки», один из, наверное, таких самых серьезных полнометражных лет, которые представлены здесь на фестивале. Я даже не знаю, как спросить в этом плане, как пришла эта идея. Как-то вдруг пришла, а потом долго-долго работалась, писалась, редактировалась, придумывалась, переделывалась. Конфликт братьев – это основа сюжета, и это такая история старая, как мир. Братья всегда конфликтуют, а все остальное – это такие немножко обстоятельства, там всякие новые характеры, которых вы не видели. Поэтому идея не нова, а воплощение что-то новое. Как долго вы работали? Я знаю, что вы работали вместе с своим учителем над этим фильмом. Да, я работал над сценарием почти два года. Все вместе от начала производства до завершения год. Год – это немного. 27 съемочных дней. Это дебютный, полноценный, полнометражный фильм. Когда у меня была возможность подготовиться к интервью, посмотреть фильм, я его смотрела на кабардинском языке с титрами английским, русского не было перевода. Как родилась идея создания вот такого фильма, который на родном, я так понимаю, языке, плюс еще с перемешкой с русским. Это же достаточно сложно, на широкого зрителя его надо, да, будет определенным образом. Это какая-то аудитория должна быть подготовлена? Как вы вообще вот с этой, с английской точки зрения? Я не думал ни о подготовленности аудитории. Мне казалось очень важным сделать фильм на кабардинском языке. Это мой родной язык. Я живу в Кабардино-Балкарии, собственно, поэтому мне казалось очень важным сделать фильм на этом языке, потому что я люблю его звучание, люблю его интонации, люблю, как он звучит. Для меня это просто музыка такая. Вот, поэтому мне это казалось важным. Поэтому я особо не задумывался о том, как примут фильм на кабардинском языке, как, ну, это первый фильм в истории, полнометражный такой, на кабардинском языке, поэтому, естественно, подготовить аудиторию было крайне сложно. В общем, вы все равно теперь останетесь в жизни своего народа героем, потому что это первый. Вряд ли героем, но, да. Почему вряд ли героем? Ну, неважно, надеюсь, для кого-то героя. Хорошо, вы переключились. А я так поняла, что вы до этого времени тоже не очень-то и владели в таком вот краном. Я до сих пор не очень-то владею кабардинским языком. То есть это такой внутренний гештальт, который вы хотели закрыть? Да, 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 определенно. Ну, для меня это небольшой комплекс в связи там с определенными жизненными обстоятельствами. Я не выучил язык свой. И, ну, для меня это такой немножко комплекс всю жизнь, поскольку я живу в Национальной Республике, и там все говорят на этом языке, а я не говорю. Вот, для меня это, естественно, было причиной. Ну, и еще вот сейчас современный... А у вас политически правильная передача или... У нас дневник фестиваля, поэтому мы упаковали, говорится, что угодно. Совершенно идиотский закон, который приняли в Российской Федерации о том, что изучение родных языков теперь не обязательно, и это теперь, как это в школах называется, дополнительные какие-то занятия. И это совершенно... Это просто преступление против всех малых народов России. И создание фильма на родном языке – это хоть какая-то попытка зафиксировать его звучание. Потому что при таких законах страны языки очень скоро умрут, и это будет большая проблема. Есть еще такая сторона, которую тоже, да, касались уже и в СМИ, потому что вы, да, показали условно проблемы маленького народа, да, и это не принято. Я везде стараюсь говорить, что кабардинцы так не живут, к счастью. Везде это говорю. Но теперь уже будет сложно в это поверить. Но да, меня никто не слушает все равно. Проблема, самая большая проблема связана с тем, что маленький народ, да, и мой народ в том числе, у нас нет такого опыта восприятия художественного высказывания о самих себе. И всякий фильм, выходящий там на родном языке, он автоматически, ну, его принято считать каким-то этнографическим или бытописательным каким-то. Но, я не знаю, ну, вы же не смотрите там, скажем, я не знаю даже, какой пример привести. Ну, фильм «Трансформеры», да, вот он же на английском языке. Но вы же определенно знаете, что американцы так не живут. Правда же? Есть определенные какие-то, ну, есть определенные вещи. Язык просто, вот в этой истории язык звучит очень органично. Если вы смотрели фильм, представьте этот фильм на русском языке. Вы бы его даже не досмотрели. Правда же? А на габардинском вы досмотрели. Вот. И это художественный замысел, художественный вымысел. И все, что там в кадре есть, это все декорация. Это все построено ради создания атмосферы, которая мне нужна была. Вот и все. Мы так не живем, и слава богу. А вот эта атмосфера, потому что многие отмечают, что там прекрасный пейзаж, насколько я поняла, что вы не затачивали, чтобы люди там наслаждались пейзажем, да? Все сосредоточено на том, чтобы подчеркнуть характер героев. И вот эти вот суровые... Ну, для них пейзаж, это место жительства, вот этот красивый пейзаж, для них это суровая реальность, с которой им приходится все время бороться, да, героям. Поэтому у нас нету там пейзажей, ну, красивости таких, нету пустых кадров без героев, просто горы. Хотя красот там было полно. И мой замечательный оператор, Саша Демьяненко, он, наверное, очень сильно на меня обиделся, потому что, ну, мы очень много... Он снимал кучу планов, которые режиссер не взял. Да, мы очень много красивых кадров. Он снял безумное количество очень красивых кадров, которые в фильм не вошли, потому что... Мне для них там много чего не вошло. Очень много чего не вошло. А есть что-то вот особенное такое, чтобы, может быть, мы хотели, чтобы зритель знал, но видят? Я бы его еще сократил. Еще сократили? Я бы его еще сократил. Это уже будет или это уже... Нет, нет, не будет. К сожалению, у нас деньги, ну, гранд Министерства культуры Российской Федерации, поэтому у нас есть определенные обязательства. Вот, минимальный метраж там час 10-70 минут. Вот тут у нас как раз час 13 с титрами. Ну, я бы его еще сократил. Мне есть что там вырезать. Это прекрасно, когда режиссеры есть что сократить. Обычно хотят увеличить. Ну, я... Обычно хотят ставить то, это и... Я люблю резать. Мне нравится это. И еще вот по образам самих героев. Я, насколько поняла, вы немножко... Ну, не то чтобы мифологизировали, да. У них есть какие-то такие протогерои. Тотемные животные. Да, да. Вот об этом можно немножко рассказать нашим зрителям, которые будут еще возможность у них посмотреть фильмы. Они уже немножко... Когда ты знаешь, да, дополнительный слой, который можно считать из фильма, его легче воспринимать. Ну, я... Ну, понятно, что эти люди, живущие в горах, да, они так или иначе во многом живут, ну, инстинктами, да, если так очень грубо говорить. Как природосообразно и аутентично. Да, да. И для них я выбирал такие прообразы животных, потому что каждый из них ведет себя как определенный вид животных. как медведь, как волк, как старый волк, как молодой щенок-волк. И, ну, и это помогало и актерам работать над какой-то психофизической, там, психофизикой, да, над пластикой работать. Это им помогало. Это помогало им больше понять характер. Да, просто описание животного им помогало. Ну, и это и мне помогало, потому что я примерно понимал, как эти персонажи могут развиваться. В этом смысле это такой, ну, помощник мне и актерам, скорее. Маньяк, за которым нужно следовать. Вот очень интересно, я сейчас поймала на мысли, что я не осознаю как актеров. Это хорошо. Они очень органичны, да. Я понимаю, что это хорошо. Это заслуга, что они там великого... Или они просто вот, они из этой же культуры. Они из этой же культуры все. У меня изначально стояла задача, как бы, ну, подсмотреть за жизнью определенной семьи, не вдаваясь в подробности их жизни. Поэтому вот это, то, что это вызывает какой-то эффект документальности, это очень приятно, это очень здорово. Я не знаю, как... Ну, так получилось. Как они так возненавидели своего младшего брата? Объясните, что вы делали. Ну, я не могу объяснить. Я не расскажу этот секрет. Это такие режиссерские штучки всякие. Типа, я настроил всех против него очень сильно. Это очень чувствуется. На съемочной площадке. Как чувствовал себя этот актер? Ужасно чувствовал. Я перед ним бесконечно виноват, конечно. Он этого, наверное, не знает. Не знаю, узнает или нет. Но я почти всю съемочную группу настроил против него. И актеров в том числе. И он, бедный, на съемках страдал жутко. Но зато в это в кадре видно. Этот эффект, этот и в глазах братьев, и в его глазах. Это какая-то игрушечная вещь, которая настолько правдоподобна, что возникает ощущение, что это кусок жизни, который перенесен на экран. Ну да, есть какие-то вещи, которые сыграть невозможно. Поэтому мне приходилось придумывать какие-то дополнительные... И у меня еще вопрос, связанный с животным. Вот этот волк, это что, откуда, как... Работа с животным всегда особая сложность. Это прекрасная волчица. Ее звали Гретя. Она удивительная. Она самая послушная на съемочной площадке была. Это молодая волчица. По-моему, если я не ошибаюсь, единственная дрессированная волчица в России. Но она дрессированная, потому что она еще очень молодая. Как только она чуть подрастет, но сейчас она уже, наверное, дикая скорее, чем... Да, успели. Но это такой, это немножко образ вот этого младшего брата, который... Ну вот этот волчонок, он уже не с волками, но еще и не с людьми. То есть он уже не волк, но еще не собака. И вот малой, с которым у них там происходит замечательная встреча, забавная, он такой же. Вот он уже и не с семьей своей, но и там он не свой, да, и здесь уже чужой. То есть он, вот он точно так же, как этот волчонок, мечется туда-сюда и не знает. Проблемы открыл еще от своей культуры, от своих корней, я так понимаю. Конечно. Там много проблем. Да, да. Поэтому разговаривать можно бесконечно. Большое вам спасибо за столь интересный разговор, за столь много интересных нюансов, которые вы нам раскрыли. Я надеюсь, зрители смогут еще увидеть фильм Владимира Бетокова «Глубокие реки» в рамках фестиваля Arctic Open. Спасибо. Спасибо. Спасибо.